всем доброго времени суток дорогие друзья вот значит решил я сегодня записать видео кинулся такой а у меня батареек не финта нету блин пальчиковые батарейки у меня исчезли иссяк запас пальчиковых батареек дома а мои аккумуляторы которые у меня были тупо разрядились и собственно пришлось бежать в магазин за новыми батарейками и вот такая у нас значит ситуация произошла батареек в доме не оказалось аккумуляторы сели пришлось блин бежать в магазин для того чтобы снять в принципе небольшой ролики такой как бы типа отзыв о этом ssd м2 накопитель и кстати по поводу скоростей здесь у нас получается поддерживаемая скорость а заявленный производителем 3000 мегабит 3500 мегабит на чтение и 3000 мегабит на запись а по факту у нас получились такие цифры сейчас глянем по факту у нас получилось 3221 на чтение и 2537 мегабайт на запись я хрен его знает почему так вышло наверное скорее всего может быть вся проблема или все дело в материнской плате может быть где-то что-то как-то там урезано поэтому такие низкие скоростя может быть у кого-то они выше я не знаю ну других обзорах а в принципе еще может быть кстати емкость диска на это влиять потому что видел я на 512 или на 256 гигабайт объемом диск и там скорости были скажем так ну вот как заявленные такие скорости и были а у меня вот такие вот так что у меня кстати диск на 1 терабайт аж целая 1000 гигабайт но по факту мы получаем 950 там с копейками это как бы не суть важна вся остальная система у нас получали не вернее те гигабайты которые отсутствуют ну типа отсутствует они так понимаю заняты под файловую систему или по что то там в общем как бы немножко как говорится недополучаем ну что есть то есть такое везде на flash накопителя вот и блин целом система стала работать гораздо быстрее этот диск именно себе брал под игры запускаться стали они быстрее fps а стало кстати больше кто бы что-то мне говорил а действительно к фпс добавляет и вообще к быстродействию системы игр вот так же я стримлю и стрим стал работать намного лучше с этим потому что я его усынил не на диска он у меня кстати тоже ssd м2 на только на 512 гигабайт и он от intel скоростя там 1800 на чтение 1800 на запись по факту тоже меньше по факту по факту по факту по факту у нас там получалось на чтение 1725 и на запись 990 мегабайт почти 1 гигабайт но хрен с ним работает очень быстро а без блин обалдеть кто-то говорит что ssd типа не нужны или там какого-то и жди хватит под файловую помойку нет ребят я вот ощутил все преимущества всего вот этого вот всего и блин на и жиди возвращаться не хочу но под файловую помойку я все равно 2 терабайта оставил те которые у меня были куплю еще док-станцию дополнительно до него чтобы можно было включать и выключать чтобы он не постоянно тут висел системе потому что он блин ее реально тормозит и в общем вот так он у меня будет потом стоять по поводу стрима кстати обаять намного меньше стало напрягать систему именно когда я установил на ssd накопитель то есть все операции стали происходить намного быстрее вот раньше у меня ждите был подвязан с ним и работало все медленнее и кстати тут же адоб премьер он хоть у меня и был на ssd установлен он какого-то дьявола я не знаю почему так вышло системой был связан с двумя и жди накопителями не знаю я я лично там ничего не сохранял ничего не делал ну как-то так установилась лишь его знает почему так в общем вот такие вот дела у нас чтение запись очень высокие цена цена кстати у нас цена цена получается в гривнах у нас гривна 3361 гривна за 1 терабайт памяти вот этой вот вышла цена в баксах это где-то 140 бакс сейчас в общем вот такие вот делишки у нас так что всем обязательно рекомендую покупайте себе s2 ssd м2 накопители если у вас есть куда их ставить конечно если нет убедите обычные ssd накопители они тоже очень даже хороши потому что у меня тоже стоял на 120 гигабайт от kingston sata 3 подключение и блин ну не сравнить жесткие диски просто не попадает так что вот такой у нас сегодня было видео всем спасибо за просмотр пока